приветствую друзья инвесторы на канале про инвестиции это еженедельное видео про обзор моего основного брокерского счета сегодня хотелось бы как раз таки затрону такую тему возможно на название видео вы уже увидели да мы поговорим про курс тенге стоит ли ждать укрепление тенге в 2022 году и что это на это влияет какие факторы могут оказывать влияние на именно стабилизацию курса сегодня об этом как раз таки разберем а также расскажу почему же прибыль втб так сильно упала почему так происходит и как бы это отразится на будущих дивидендах но обо всем сейчас более подробно с вами разберем но если данный формат и тема вам интересно можете уделить всего 5 секунд для то чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео но сначала краски разберем да почему чистые прибыль втб по рсб у составила всего 1 и 3 миллиарда рублей это вот они опубликовали отчетность да то есть это в 11 и 2 раза меньше чем за аналогичный период 2021 года тогда бы они заработали 14 с половиной миллиардов рублей геополитические сложности оказали влияние на фондовые рынки что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов но в конечном счете повлияло на прибыльность банка за январь сказал на брифинге краски от главный бухгалтер михаил коваленко по его словам именно давление на финансовый результат банка в начале года оказали два фактора это валютная переоценка активов а также отрицательная переоценка ценных бумаг на балансе тем не менее валютная переоценка была все-таки отыграна концом месяца за счет того что курс вернулся из-за стабилизации мировых событий с точки зрения фондового рынка влияние было а также принципе и сбербанк тоже отчитался о том что его пи от его переоценки ценных бумаг тоже убытки составили почти 104 миллиарда рублей соответственно в банку и т.б. это не единственный банк который пострадал принципе все банки в этом году уже столкнулись с этим по словам коваленко втб не прогнозирует дальнейшего глобального влияния переоценки ценных бумаг на чистую прибыль но стратегия политика банка на 2022 год будет уточнена при раскрытии годовой отчетности по мсфо публикация намещена 22 февраля и вот как это краски может повлиять именно бизнес втб принципе ничего страшного не произойдет бумажные потери от цен по ценным бумагам это фактор неприятный но не фатальный принципе банк не распродает портфель ценных бумаг и не фиксируют убытки соответственно здесь остается только ждать когда эти бумаги начнут опять восстанавливаться в цене в принципе все мы столкнулись даст таким резким обвалом из-за геополитических так сказать напряженности на границе россии и украины и многие именно именно бумаги российских и казахстанских компаний очень резко начали снижаться теперь что касается выплаты дивидендов по итогам 2021 года то есть чистая прибыль порс был составила 242 и 6 миллиарда рублей чистая прибыль группы по мсфо за 11 месяцев была на уровне 308 и 8 миллиардов рублей рекордная прибыль прошлого года ставит перед втб задачу выплатить дивиденды без существенного давления на капитал а он частности не исключает что расчеты с акционерами пройдут двумя траншами сначала по привилегированным бумагам а потом по обыкновенным как это обычно и происходит есть риск того что именно по обыкновенным акциям могут сократить либо вообще отменить здесь риск такой присутствует поэтому важно это понимать а принципе если вопрос будет стоять ребром то принципе продолжение сильной волатильности на рынках то могут обсуждаться какие-то варианты сокращения дивидендных выплат самом негативном и точно не базовом сценарии это вообще отказ от выплаты дивидендов но принципе да я как говорил возможно может быть отменены либо сокращены дивиденды именно от компании втб потому что втб уже неоднократно допускал такое поэтому стоит инвестировать в эту компанию более аккуратно и понимать что принципе дивиденды могут быть не такие высокие как вы ожидали вот сейчас я перешел в личный кабинет на сайте трейдер нет . кизет соответственно общая стоимость немного подросла плюс 5000 прибавляет даже учитывая что я не пополнял на прошлой неделе ничего то есть это вот за счет того что некоторые бумаги начали отрастать понемногу там свободных средств пока не имеется на счете соответственно я не пополнял свой счет а дивиденды тоже пока сюда не приходили ближайшие дивиденды скорее всего будет где-то ближе к концу февраля это будет купонная выплата по облигациям то есть 19 февраля уже будет закрытие реестра и 20 числа уже начнется выплата по облигациям которые есть моем портфеле а также по бумагам принципе у нас все примерно так же то есть сегодня рынок открылся небольшим таким хорошим снижением я вам скажу в принципе российский рынок как видим да опять сбер упал у нас немного халык упал газпром даже подешевел ростелеком сильно подешевел остальные бумаги принципе остались без изменений особо если посмотреть на российский рынок то вот такая картина наблюдается сегодня как видим опять российский рынок продолжил динамику снижением принципе сбербанка теряет больше пяти процентов это конечно же не хорошо ну как сказать принципе докупить есть возможность еще дешевле то есть вот индекс московской бирже видим опять коррекционное движение вниз пошло принципе как долго будет продолжаться это возможно завтра уже все от купят конечно же мы с вами точно не можем спрогнозировать американскому рынку то за неделю вот такая вот картина у нас сейчас в данный момент многие бумаги хорошо так дешевеют особенно это касается акций роста по большей части да вот они биктехи то есть они очень сильно дешевеют на природная кола она не особо подешевела и же например банки они тоже пока чувствуете хорошо нефтегаз тоже хорошо потому что нефть сейчас стоит посмотреть больше уже 95 долларов в принципе говорит о том что скоро уже мы увидим скорее всего и 100 долларов а может даже и 120 ну разумеется да как долго это продлится конечно же никто не знает но тем не менее мы подошли мы с вами самой главной теме да стоит ли ждать укрепление тенге в 2022 году сейчас попробуем разобраться да какие факторы могут влиять так далее вот по данным национального банка рк цена на нефть остается одним из самых макроэкономических факторов для курса тенге так как объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке преимущественно зависит от цены на нефть на динамику обмена у курса тенге помимо цены на нефть оказывает влияние курсы валют торговых партнеров то есть состояние платежного баланса уровень инфляции а также процентные ставки стран торгов торговых партнеров среди внутренних факторов влияния оказывают ожидания участников рынка движение бюджетных средств периоды выплаты налогов и тренд на дедолларизацию вкладов связь между казахстанским тенге и ценой на нефть не является линейный поэтому даже при увеличении цены на нефть мы не видим укрепление казахстанского тенге необходимо понять что нефть является не единственный фактором влияющим на динамику тенге то есть как мы видим до прошлом году цена стоила в два раза дешевле там прошлом летом грубо говоря стоило около там 40 50 долларов да и примерно курс тенге оставался на том же уровне что и сейчас поэтому здесь видите да нефть не прямо связано именно с формированием курса тенге а связи с этим по мнению аналитиков несмотря на рост цен на нефть нельзя ожидать пропорционального укрепления тенге так как есть много других факторов которые оказывают влияние на обменный курс и не дают ему укрепиться вот почему казахстанский тенге не смог укрепиться 2021 году именно несмотря на такой бурный рост цен на нефть потому что в 2021 году рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса нивелировал позитивное влияние на курс тенге со стороны роста цены на нефть таким образом несмотря на рост валютной выручки экспортеров в результате ралли на рынке нефти наблюдаемый рост спроса на иностранную валюту а также негативный глобальный риск не позволил тенге укрепиться 2022 году по мнению аналитика армана бессинбаева ожидать существенного укрепления тенге также не стоит вполне возможно что даже при увеличении цены на нефть мы будем по-прежнему видеть тенге по 425 тенге и не больше у нас к сожалению отрицательное сальдо платежного баланса мы завозим больше импорта чем вывозим на экспорт то есть страна тратит больше чем зарабатывает это вымывание иностранной валюты поэтому возникает постоянный высокий спрос на иностранную валюту что не позволит курсу тенге укрепиться достаточно сильно ну как итог цены на нефть и российский рубль относится к фундаментальным факторам от которых напрямую зависит курс тенге но есть и другие факторы к ним можно отнести состояние платежного баланса уровень инфляции величину базовой ставки периоды налоговых выплат компании экспортеров и темпы освоения бюджетных средств кроме того на нашу валюту оказывает влияние динамика мировых процентных ставок геополитическая ситуация на международной арене рыночный курс национальной валюты формируется на основе спроса и предложение и его уровень напрямую зависит от ожидания экспортеров и профессиональных участников рынка поэтому от их способности правильно анализировать ситуацию и факторы влияющие на обменный курс от их профессиональной этики зависит насколько правильно понимает валютный рынок населения сейчас до курс тенге по большей части формируется именно за счет торгов на фондовом рынке то есть сейчас у нас свободное так сказать свободный обменный курс соответственно какой курс будет по итогам торгов соответственно этот курс и будет выставлять национальный банк для нас с вами поэтому вот это важно понимать что нефть это не главный так сказать показатель того по наш тенге уже должен при такой нефти грубо говоря стоит чуть ли не в два раза дешевле если по логике до рассуждать но тем не менее такого не происходит потому что есть как я говорил другие факторы которые тоже влияют на именно курс тенге который будет даже в этом году этому ожидать укрепление сильного точно не стоит ну и разумеется видимо так как динамика цены нефти и рубля примерно сейчас более-менее адекватная соответственно сильного так сказать падение тенге тоже не будет но такие были интересные новости надеюсь более понятно разъяснил как влияет именно цены на нефть и остальные факторы на курс нашей национальной валюты если видео было вам интересным полезным можете поставить лайк подписаться на канал пишите комментарии я желаю всем удачи помните что дорогу осилит идущий